Всем привет дорогие друзья! Сегодня наша речь пойдет именно о защитном автомате с возможностью удаления управления. В отличие от прошлого моего обзора про скорее реле выключения на один рейку, этот автомат действительно имеет защитные функции, а не просто способен включать или выключать нагрузку. Посудите сами, можем отсекать повышенное напряжение в диапазоне от 230 до 200 вольт, а также пониженное от 210 до 145 вольт. Будет ограничивать ток от 1 ампера до 63, кроме этого защита от короткого замыкания, мониторинг нагрузки онлайн, если заинтересовал, давайте тестировать его возможности. Поставляется вот такой уж совсем не оригинальной упаковке, но главное что защита от ударов, поэтому ко мне пришел в ценности и сохранности. Внутри кроме самого автомата находится инструкция, заботливо распечатывая на листе А4 в цвете. Из которой мы можем узнать о схеме подключения, характеристиках прибора и о способе добавить систему умного дома. Сам автомат запаян целлофан, который при транспортировке немного повредился. Автомат по сути у нас однофазный, но занимает аж 4 места на дилейке. На передней части расположился тумблер включения самого автомата, на соседней части небольшой дисплей с кнопками управления. И если посмотреть на него внимательно, то станет понятно, что китайский проводитель банально совместил два в одном, а именно защитный автомат на 63А и умное Wi-Fi реле сразу же после автомата. На левой грани таблица подбора толщины сечения кабеля в зависимости от тока. Правая грани пустая, только две шпляпки винтиков, который по сути соединяет автомат и умное реле. На задней части крепление на динрейке. В верхней части автомата слева ноль, справа фаза. Как видно, провод можно вставить довольно большого сечения, клеммники этого позволяют. В нижней части выход из автомата защит защитной крышкой, которую мы снимем дальше. И выход из реле также с довольно массивными клеммами. Получается ноль, фаза. Открутив все доступные винты, попробуем немного разъединить наши основные части. Как видите, я не ошибся. Сказал, что по своей сути это два устройства в одном. Питание соединили кабелями с достаточно большим сечением. И ради попробовного обзора попробовал разобрать полностью, но сломав, у меня это не вышло. Давай посмотрим на внутренности. Реле установлено для отключения нагрузки. Используется реле Boyer Red BR806 60 А, 250 Вольт. Так что по нагрузке 63 А при 220 Вольт в описании правда. К сожалению, далее разобрать не сломав не получится. Но в целом все подтвердилось. В качестве основного устройства защиты обычный автомат, а уже за ним управляющий реле. Систему умного дома можно ставить не боясь. На передней части у нас есть небольшой дисплей, который в режиме реального времени показывает текущее напряжение и нагрузку в амперах. С помощью кнопки ON или OFF мы можем отключить подключенных потребителей от автомата. Светодиод индикации горит красным. Когда реле включено, если нажать на кнопку включения, светодиод тухнет и мигает только зеленый светодиод подключения к Wi-Fi сети. Кратковременное нажатие кнопки SET позволяет изменить отображение текущей нагрузки на вольтаж сети. И наоборот. При длительном удержании мы попадаем в меню программирования поведения защитного реле. Первое, что нам предлагает выставить автомата диапазон повышенного напряжения в диапазоне от 200 до 300 В. Далее, нажимаем кнопку SET и переходим в установку пониженного напряжения от 210 до 145 В. Далее, можем установить максимальный ток по умолчанию равен 40 Ампер. Я выставил 1 Ампер, я ради интереса выставлю 1 Ампер, проверим выключиться или нет. Следующий параметр, время в секундах, после которого потребителя включится, когда параметры тока и напряжения придут в заданной нами границе. Если у нас в сети появится, наибух, 260 Вольт, то реле выключится, а включится только когда автоматика будет в диапазоне 210-230 Вольт. Максимальный ток, ребят, 63 Ампера. Если верить показаниям моего тестера, то напряжение в сети, отображаемом мозгами умного автомата, равно показаниям тестера. 221. Проверим на выключение по повышенному и пониженному напряжению. Постепенно добавляем до 240 Вольт, указанное по умолчанию. Реле отключилось, напряжение на розетку не поступает. Спустя 30 секунд розетка включится автоматически, если напряжение вернулось в заданные границы. При пониженном напряжении опускаем до, заявленной, 210 Вольт. И вот на пороге 210 Вольт также отключается. Возвращаем питание до 220 Вольт. Через 30 секунд реле должно включиться, если у нас все вернулось в норму. Как видим, все отлично. Давайте проверим на граничном 140 и 250 Вольтах. Выше я подавать питание не смогу, не хватит мощности прибора. Что ж, как видим, с этим наш прибор справляется или не справляется? Справляется причем на ура. Если говорить про вольтаж, то 33 Вольта не захотел работать. 52 от 57 уже начинает вполне нормально себе функционировать. Если, ребят, через 30 секунд у вас напряжение на потребитель не подается, необходимо зайти в настройки автомата через мобильное приложение, выбрать нужное поведение после отключения. В данном случае восстановить предыдущее состояние. Что ж, давайте попробуем потоку. Я выставлю сейчас на 0,1 А, 1,1 А и что-то попробую подключить. Подключаю. Все. Реле выключилось и ушло в защиту. Теперь мы его никак не можем включить вручную и вообще никак. Только надо выключить и перезагрузить автомат. Это если у нас идет по току. То есть где-то пошла у нас больше нагрузка, чем надо. Если у реле ушло в глухую защиту, как видим, больше мы с ним работать вообще не можем. Оп. Сразу. Давайте проверим реле на короткое замыкание. Но откровенно не уверен, что у меня дома получится. Так как реле на 63 А, а на розетку в этой комнате установлено 32 или даже 25. Для работы с реле нам понадобится приложение для смартфона под названием EW-Link. Скачиваем его и устанавливаем. После этого регистрируемся или входим в созданный аккаунт. Теперь переводим наш автоват в режим сопряжения. Для этого в течение 5 секунд удерживаем кнопку включения-выключения. Пока светодиод начнет быстро моргать. После этого жмем синий плюсик в нижней части экрана, выбираем быстрое сопряжение. Далее добавить устройство. После чего необходимо подключиться к Wi-Fi сети и указать пароль от нее. Спустя некоторое время новое устройство будет найдено и добавлено в нашу экосистему. После этого его можно переименовать и выбрать ему виртуальное положение. Местоположение. При успешном подключении к Wi-Fi сети индикатор сразу же загорится зеленым светом. Если включить руле, то цвет будет красно-зеленый или по-простому оранжевый. Находясь в главном меню приложения, мы можем отключать или включать автомат, а также видеть силу сигнала Wi-Fi. Прям внутрь плагина мы видим состояние устройства включено или выключено. Индикация изменяется нормально. Включено все светлое, выключено становится темно. Но если в руле включать или выключать руками, статус в приложении передается практически мгновенно. Первым делом перейдем в настройки. Было у меня обновление. На момент написания обзора. Это версия 3.5.1. Последняя версия. Из меню настроек мы можем сменить местоположение, поделиться устройством с другими пользователями, создать группу устройств для синхронного управления одной кнопкой или для более быстрой автоматизации. Кроме этого можно включить всплывающее уведомление о включении или выключении на смартфоне. В журнале мы видим кто когда выключал наш или включал автомат, но к сожалению не видно почему была сработка. Я сделал когда перегруз потоку и это видите нигде не отобразилось, просто устройство выключилось. Индикатор состояния можно отключить, но по сути мы не сможем выключить индикатор питания, который горит красным. Поэтому в этом пункте я даже не вижу смысла. А вот функция после выключения довольно нужная, так как если пропадет свет, то по умолчанию реле перейдет в состояние выключенное. Я же рекомендую поставить предыдущее состояние. Также можно ее использовать для контролементного импульса от 0 секунд до 59,5 секунд. Также можно посмотреть ID устройства, MAC адрес и версию прошивки. Это будет полезно при добавлении девайса к альтернативам системного дома или перепрошивки. Из главного меню можно добавить различные расписания. Например, при включении определенных приборов только по ночному тарифу, учет электроэнергии с 23 часов. Работаем. Включено. Сохраняем. А допустим 6,59 выключаемся. Также можно задать таймер какой-то сработки. Допустим, включить прибор через 30 минут. И можно добавить цикличный таймер. Когда включение и выключение будет, допустим, чередоваться, включено или выключено. Время старта можно выставить, то есть, чередование, начало, время старта, хоть с 2030 года. Можно 21-21 даже выставить. На главной странице плагина нам сразу будет высвечиваться цифра по количеству активных расписаний и цифра в таймере по количеству активных таймеров. Все, больше никакого функционала, ну, кроме автоматизации, получить из приложения мы не можем. Если говорить про сценарий, то давайте попробуем, что нам сможет предложить этот девайс в плане автоматизации. Допустим, если закат солнца, то включаем наш девайс. К сожалению, больше информации и возможностей о девайсе, кроме как включить или выключить, мы не получим. Для управления и решения возможностей его надо перепрошивать или добавлять в другую систему умного дома по типу Home Assist. В целом, получился довольно качественный продукт даже для автономной установки в качестве основного ввода в дом или квартиру. Для защиты от короткого замыкания нагрева у нас выступает полноценный защитный автомат, а в качестве управления включением или выключением уже с реле и смартфоном его автоматизации вот этот блок. Кроме этого, в плюс могу отнести действительно грамотную сработку при повышении и понижении напряжения в сети. Скажу откровенно, у меня подобный механизм защитил, когда в линии было КЗ и навод в доме прилетело 300 Вольт. Моя техника благодаря подобному девайсу вся осталась цела. Но и без минусов тоже никуда. Минус отнесу отсутствие энергомониторинга именно в приложении. Вроде мелочь, а насколько было бы приятно видеть статистику по потреблению в разрезе дня, месяца и года. Но в целом, к покупке могу рекомендовать. Вещь хорошая. Вы также не забывайте подписываться на канал, если вам понравилось. Ссылка на этот прибор в описании под видео. Там же телеграм-канал, где вы можете задать любые вопросы мне или сообществу. Посмотреть на всякие новинки умного дома, акции, купоны, скидки тоже там. Если что-то осталось непонятным, всегда готов ответить на все ваши вопросы. Ну и всем всего хорошего. Надеюсь, видео было вам полезным. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok